МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. В первом в истории финальном турнире мини-футбольной высшей лиги «Б» Рязанский эликсфаворит будет бороться за первое место. Такую задачу озвучил гендиректор клуба Виталий Громов. Напомню, рязанская команда досрочно выиграла зональное первенство и завоевала путевку на финал в Санкт-Петербург. По словам Громова, фавориты целенаправленно шли к чемпионству, а далось оно очень непросто. А еще недавно эликсфаворит отметил свое десятилетие, а Виталий Громов побывал в нашей студии. Это сейчас мини-футбольную команду «Эликсфаворит» знают практически все любители рязанского футбола. А 10 лет назад, когда молодые ребята, работники известного магазина «Электроники», только впервые собрались поиграть в футбол на коммерческом турнире, то, конечно, и в голову никому не приходило, что клуб ждет славной истории развития и успеха. Поначалу в 2005 году выступали футболисты только на городском или региональном уровне, но уже тогда им удалось выиграть чемпионат областных молодежных игр. Потихонечку втянулись, ну, сами знаете, как затянуло. Начали на любительском уровне, на дворовом. Вот пришли, ну, первые такие мини-успехи, хотелось чего-то большего. Вот, и потихонечку, потихонечку, в общем-то, эта идея такого, так скажем, дворового увлечения просто поиграть в футбол перерасла в нечто большее. Вот, постепенные шаги делали в ранге соревнований, да, начинали с коммерческих турниров, любительских, того же товарищеских матчей. Потом вышли на уровень первенства города. Но со временем поняли, наверное, что все-таки большой футбол. Ну, так получилось, что все-таки душа належала более динамичной, компактной, более демократичной во всех смыслах. Поскольку решили, что для достижения результата необходимо сосредоточиться не на большом футболе, а на футзале, то далее Алекс Фаворит выступал в этой динамичной вариации игры с мячом. Впрочем, с выступлениями на свежем воздухе футболисты не попрощались. Они регулярно участвуют в розыгрышах чемпионатов и кубков России по пляжному футболу. Что же до спортивных побед, то уже через два года с момента создания команды к рязанским мини-футболистам пришло первое крупное достижение – победа в мини-футбольном чемпионате России среди студентов в зоне Черноземья. И дальше Алекс Фаворит уже никому не уступал пальму лидерства в городе и регионе. А за последние три года был сделан качественный прорыв – два года к ряду победы на первенстве России по мини-футболу в зоне Черноземья. И в нынешнем розыгрыше рязанская команда уверенно лидирует. В общем, как считают многие любители футбола, Алекс Фаворит уже давно перерос любительский уровень. Титулы-то они титулами, но самые главные титулы еще впереди. Я надеюсь, я уверен в этом, что все-таки идея создания клуба, идея его продвижения заложена все-таки в развитии. И хотим мы, и будем к этому стремиться развиваться дальше, повышать свой уровень. В этом сезоне мы все равно сделали ступень в своем развитии, шагнули уже в высшую лигу «Б» чемпионата страны по мини-футболу. То есть если мы играли в первой лиге, это уже шаг в развитии, я считаю, довольно-таки большой. Во-первых, хотел сказать огромное спасибо тем людям, которые просто работают в клубе, которые нам просто помогают. Что немаловажно, ни в пример другим профессиональным клубам Рязанской области, Алекс Фаворит полностью укомплектован воспитанниками рязанского футбола. Патриотизм – это слово для игроков нашего клуба непраздное. Вот это действительно есть, у нас играет, хочу заметить, исключительно местные воспитанники, исключительно местные воспитанники, рязанские ребята с Рязани, с Касимова, с Шилова, ищем, учим. И действительно для них слово «Рязань», Рязанская область – это не пустой звук. Такая позиция руководства клуба и тренерского штаба позволяет игрокам успешно развиваться, наращивать уровень командной игры, а также повышать личное мастерство футболистов. Сейчас же Алекс Фаворит с отрывом в шесть очков лидирует в первенстве России по мини-футболу высшей лиги «Бен». На ближайших выходных команда отправится в Липецк, где сыграет несколько матчей в рамках пятого тура. А домашний уже шестой тур пройдет с 13 по 15 марта на привычном паркете спортзала рязанского филиала университета МВД, что на Ворошиловке. Рязанская область Кобудо – это традиционное окинавское боевое искусство работы с холодным оружием. Современное же Кобудо как вид спорта имеет несколько разделов. Во-первых, это комплекс формальных технических упражнений кота с оружием. Причем, надо сказать, что кота в Кобудо значительно продолжительнее, чем, например, в карате. Поэтому спортсмену просто необходимо обладать отличной физической формой. Второй вид Кобудо – это также техническое упражнение тайхо-дзюцу, или поединки в парах, которые заранее отработаны. Третий вид – это неппон-кэмпа – полноконтактные зрелищные поединки в защитной экипировке. И четвертый вид – это нунчаку-дзюцу, то есть поединок на нунчаку. Выступление рязанской команды на Кубке России по Кобудо, безусловно, отличное. Хотя, как известно, нет пределов совершенству, и ребята надеются на следующих крупных турнирах и дальше радовать своих болельщиков. В целом же успех спортсменов в Кобудо обусловлен как хорошей каратистской базой, так и высоким уровнем тренерских кадров. Регулярно Рязань посещает известный мастер Джулиан Мид. Вот как проходил один из его семинаров. В спортзале 71-й школы мастер Джулиан Мид проверил у своих учеников те технические навыки и приемы, которые он давал для отработки на прошедшем семинаре. Как объясняют рязанские каратисты, на своих занятиях британский мастер, во-первых, показывает приемы работы без оружия, а далее спортсмены берут в руки традиционные для окинавского Кобудзюцу боевые орудия. Кобудзюцу — это общее название восточных боевых искусств, тех школ, в которых обучают поединку с использованием нестандартного оружия — шестов, посохов, вееров, дубинах, сельскохозяйственного инвентаря. Последнее особенно популярно на острове Окинава. Надо отметить, что данное боевое искусство тесно связано с каратэ, и зачастую старые мастера Кобудзюцу и были одними из первых учителей школ каратэ. Британский мастер Джулиан Митт постигал технику Кобудзюцу на Окинаве. Там он жил более шести лет. А сейчас он путешествует по миру и передает свои знания всем желающим. Рязань с недавнего времени он посещает регулярно два раза в год. По сравнению с предыдущим годом, меня поразила подготовка спортсменов в течение всего года, и особенно отношение детей к данному виду спорта. Благодаря той атмосфере, которую я чувствую здесь, и благодаря отношению и уважению занимающихся, Рязань напоминает мне старую Европу, где отношение к занятиям было очень серьезным. Сейчас же молодые люди уже не так усердно занимаются. Подготовкой рязанских спортсменов Джулиан Митт остался весьма доволен. По его мнению, у наших ребят большой потенциал. Джулиан Митт рассказывает, что в юности, как и все его ровесники, занимался боксом. Сложно поверить, но в Англии в 60-е годы бокс являлся школьной дисциплиной. Однако в 80-е годы, широким приходом восточных единоборств в Европу, Джулиан Митт начал интересоваться каратэ. Свою роль здесь сыграли и фильмы, Но впечатления, которые произвели восточные боевые искусства на Великобританию в 80-е годы, связаны с тем, что во время наплыва боевых искусств из Японии, именно Великобритания была первой страной, куда приезжали инструкторы по боевым искусствам. Великобритания была тогда впереди всей Европы. Сейчас традиционный для Англии бокс, по словам Джулиана Митта, не так популярен в Великобритании, как в середине века. Еще одной из причин, по которой популярность восточных боевых искусств в Европе не уменьшается, это древняя философия. Ведь, как говорил один из выдающихся мастеров Матайоси Синпу, цель Кабудо заключается в познании самого себя, в испытании собственного терпения, в умении разделять добро и зло. Два резонских лучника претендуют на участие в Гран-при Европы. Андрей Харьков и Вероника Санина участвуют в тренировочном сборе национальной команды, которая проходит в Алуште. Напомню, что стрельба из лука входит в программу летних олимпийских игр, а в Рязанской области является базовым видом спорта. Впервые в качестве олимпийского вида спорта стрельба из лука была представлена в 1900 году на Олимпийских играх в Париже. Однако из-за отсутствия общепринятых правил этого вида спорта он надолго покинул программу игр. И только в 1972 году в Мюнхене этот спорт вновь стал олимпийским. С середины 80-х годов в правилах стрельбы из лука начались реформы, имевшие целью ограничить число участников крупных турниров, ведь количество национальных федераций в международной федерации в то время составляло около 100. А также было необходимо повысить зрелищность борьбы. Что касается олимпийских турниров, то число их участников строго ограничено. По 64 стрелка у мужчин и женщин. Допуск только по лицензиям, полученным национальными федерациями в предолимпийские годы. В Советском Союзе стрельба из лука стала завоевывать популярность лишь в конце 50-х годов. Первопроходцами в этом виде стрелкового спорта стали мастера пулевой стрельбы Анатолий Богданов, Николай Калиниченко, Иван Новожилов и другие. В Рязани стрельба из лука начала развиваться около 10 лет назад. Однако за эти годы в нашем регионе выросло несколько мастеров. Сейчас в молодежную сборную России входят сразу 7 рязанских стрелков. По словам тренеров, стрельба из лука отлично развивает глазомер, улучшает зрение, а также помогает спортсмену сохранить неплохую физическую форму. Федерация была образована в 2007 году, так сказать, энтузиастами, которые решили взять в свои руки развивать этот вид спорта в Рязани. На данный момент в нашей федерации установлен рекорд Европы. Это Ирина Харбивненко, стала рекордсменкой Европы. Также наши спортсмены занимали призовые места на первенствах мира, на Кубках Европы. Конечно, стрельба из лука не такой массовый вид спорта, как, например, популярные игровые командные виды. Однако число занимающихся растет с каждым годом. Мне захотелось попробовать себя в этом виде спорта. Он очень редкий, интересный. Так и начала заниматься. Как считаешь, что это дает, вот эти занятия для человека? Вообще тебе вот конкретно. Мне дает это саморазвиваюсь, как тренирую себя. Это и здоровье легче, как лучше становится. И как хотелось заниматься этим спортом, занимать какие-то места, чего-то добиваться. Еще один перспективный спортсмен – это Андрей Харьков. Он также пока совмещает учебу в школе со спортивными занятиями. И выходит у него неплохо. В прошлом году занял четвертое место в мире на чемпионате в Китае. Пришел в 2009 году, в сентябре. Просто пришел записываться в бассейн, видел секции проводятся, запись в стрельбу из лука проводится. Решил попробовать. Сможешь сказать, это была любовь с первого взгляда? Ну да. В общем, перспективная молодежь, как говорят тренеры в Рязани, безусловно, есть. Теперь предстоит проделать большую работу по набору молодежи в секции, которых, кстати, становится в городе все больше. Ведь стрельба из лука – это весьма зрелищный спорт. А теперь о физкультуре. В марте стартовала неделя здоровья. Теперь на протяжении весны, как в общеобразовательных, так и в городских спортшколах, пройдут масштабные массовые мероприятия. Направлены они, разумеется, на привлечение молодежи к здоровому образу жизни. В одном из фитнес-центров нашего города прошло мероприятие в рамках Декады спорта. На спортивной тусовке, а именно так назвали действия организатора, было много представителей молодежи. В программу мероприятия также вошли мастер-классы по карате. Те, кто пришел в спортзал в первый раз, узнали о спорте много нового и интересного. А для тех, кто ходит в тренажерный зал на постоянной основе, были организованы занятия по повышению их спортивной квалификации. Я с детства занимаюсь спортом, и это у меня уже вошло в привычку. То есть без спорта я уже не могу. То есть смотря на обычных людей, которые не занимаются спортом, я их, грубо говоря, не понимаю. А почему они не занимаются спортом? А спорта развивает все – и характер, и силу, и выносливость. Спортом заниматься важно не только сейчас, это важно всегда. Спорт воспитывает характер, дает очень много качеств, которые мы можем использовать в жизни. Я раньше занимался греблей на байдарке. Вообще вот эти физические упражнения для меня, ну, достаточно так, ну, нравится очень. А сейчас, ну, больше так физкультура для себя. В нашей стране в последнее время заниматься спортом стало престижно и модно. Возможно, что причиной послужило введение норм ГТО в 2014 году. Будем надеяться, что занятия физической культуры продолжат набирать обороты и становятся еще более популярным среди молодежи еще очень долго. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается здоровое дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова